помочь со сдачей на водительской стой зайка подожди этот вопрос тоже надо осветить дорогие зрители вам нужно ехать вам не надо искать велкам и никаких проблем так мы остановились на том что если у вас возможность помочь со сдачей на водительского до помочь со сдачей на водительского доставления в общем пишет и устроиться будет если я не разбираюсь возможно здесь имеется ввиду что он говорит сказать допустим здесь и здесь вот этот пункт где можно на убер пройти офису беру да но чтобы устроиться на уберу или в убер скажем так если у вас есть весь комплект документов которые мы озвучили ранее вам не надо искать не офис не компанию ничего вы онлайн заходите на сайте регистрируетесь записывать туда все свои бумажки потом фотографируете те бумажки которые у вас есть они запросят это все им посылаете и через буквально даже 10 минут вы можете получить уведомление что ваше приложение уже готово чтобы вы принимали заказы то есть если у вас есть документы если вы здесь как говорится легально и имеете разрешение на работу велкам и никаких проблем все за работы вот помочь сдать на водительское удостоверение значит опять же если вы приехали по турвизе вы можете его получить она будет действовать и и вам его выдадут на срок действия визы идти надо сдавать чем раньше тем лучше потому что если срок окончания вашего пребывания по визе будет небольшой то вам уже тогда могут водительское не дать это я слышал из разных источников и передаю информацию которую слышал если кто-то знает поправьте напишите в комментарии но помочь как бы проблем нету я расскажу находится где на расскажу где находится дмв могу с вами туда съездить могу вам помочь заполнить заявление но на этом все остановится дальше вам надо самим выучить эту книжечку чтобы сдать либо на русском либо на английском языке теоретическую часть и потом вам нужна машина чтобы сдать практическую часть с машина я вам помочь не могу потому что у меня во первых не мульти страховка вы туда не вписаны и мою страховку в нашу страховку вписаны только я и маришка но даже если бы у нас была мульти страховка тут еще есть такой момент во первых это моя рабочая машина и если не дай бог что случится я выпадаю из работы и теряю деньги но и даже страховка покроет и бла-бла-бла там неделю я например отдохну пока машина ремонтируется не дай бог но самое неприятное в данной ситуации что моя страховка дорожает до в вас въедут на моей машине или вы въедете на моей машине то есть страховка автоматически поднимается в цене и как говорится сказать вам ты мне очень дорогой друг ну заплатим не тысячу потому что если что я тебе либо сдачу дам либо блин это пойдет на покрытие будущих платежей по моей страховке это как-то да в счет будущих концертов как говорил лебеди лебединский да понимаете это как-то с одной стороны вроде так я поступаю некрасиво да а с другой стороны а почему тогда я должен платить если какой-то косяк с машиной случится во время вашей поездки понимаете у меня есть семья и мне есть куда потратить деньги поэтому это в общем денежные вопросы это самые вонючие вопросы и поэтому чтобы не было вони между вновь образовавшимся товарищескимся каким-то кругом это реклама вопрос решается очень просто машину на прокат на день можно взять от 30 долларов я вас заведу покажу где берется машина на прокат мы возьмем вам машину на прокат мы приедем с вами в дмв вы на этой машине поедете успешно сдадите машину мы сдадим назад в прокат и все вопросы решены а в я говорю 30 40 долларов машина уже со страховкой и причем там такая страховка что если вас ударят вы просто можете оставить эту машину вот на месте где вас ударили и идти ровно до к вам никаких претензий нет машина покрыта ее заберут увезут вам просто вообще голова не болит поэтому вся помощь может свестись к тому что я вас заведу в дмв помогу оформить бумаги написать там надо будет заявление заполнить в интернете могу вам эту книжку найти которую надо прочитать и желательно внимательно прочитать потому что я сам ее со второго раза сдал из-за того что не внимательно читал и помогу взять машину на прокат никаких проблем что там дальше хорошо тогда по этой теме меня интересует только как официально прилететь по работе сдать на водительское удостоверение устроиться все это без идеального знания языка ну и естественно сколько это все будет значит по порядку чтобы официально прилететь по работе как мы сказали ранее это можно только если вы получаете рабочую визу получение рабочей визы мы не консультируем это так что наверное если вы найдете компанию которая будет очень вас заинтересована но мы в этом помочь мы никак не можем помочь это не наш вопрос мы по этому вопросу не проконсультируем единственное могу сказать смотрите в интернете как получить рабочую визу но я вам скажу что вы должны быть специалистом это будет нелегко даже если вы специалист и уж если вы специалисту получите рабочую визу и не будете работать в убери вот сдать на водительское удостоверение рассказали устроиться в убер рассказали это если вы не знаете английского языка мы откроем приложение или откроем сайт вместе пошагово можем это все пройти и так сказать ну вы с учетом того что вы имеете официальное разрешение на работу social security number и прочие регалии я вам помогу это сделать зарегистрироваться я могу рассказать вам как работает приложение и прочие дела мы зарегистрируем вас с моим промо кодом и вы выполните определенное количество поездок получите деньги и я получу за это деньги поэтому если вам это интересно переходите внизу по ссылочке берите мой промо код если можете сами зарегистрироваться без проблем пользуйтесь и мы будем вместе получать это и мне и вам интересно потому что если вы просто зарегистрируетесь вы не получите за первые там 30 100 поездок какие-то дополнительные деньги а так вы получите фиксировано по промо коду как сделаете определенное количество и сумма бывают очень разные очень неплохая все зависит но убери периодически меняет и что там еще в этом я так понимаю вопрос касается типа сколько будут стоить наши услуги типа за помощь ну мы не компания которая занимается как это легализация этим как-то адаптации вот если у нас есть время мы будем помогать день 2 если нету время мы вам расскажем по телефону или встретимся расскажем куда ехать дадим адреса то есть так или иначе поможем блин ну назначать за это какие-то деньги но если вам захотите там поиспользовать нашу машину и меня в течение нескольких дней ну какую-то сумму оговорим потому что я не буду работать буду с вами кататься время деньги как говорил бриллиантовой рукой железо не отходя от кассы то есть ну договоримся какой-нибудь там сумме которая я понимаю прекрасно что для вас деньги что для меня деньги это всегда можно согласовать если вам чисто так вот ну немного то это вообще за спасибо там за коктейль маришка любит ванильный из мактоны я могу просто кока-колой с бурдером обойтись но это в общем мы шутим и в общем все это можно сделать бесплатно так сказать на добровольных началах тем более что мы не раз в роликах говорили что если кто-то обратиться то мы поможем но помощь в разумных пределах то есть мы не поведем вас за руку устраиваться там в 7-11 в гудвилл в костку там вот на заправку арка там или еще куда-то или на мойку машин там или я не знаю войти компанию то есть вы все это должны сделать будете сами мы просто можем вас нет но мы подведем к 7-11 и покажем где взять аппликейшн чтобы его заполнить но и поможем даже заполнить но вам придется идти на интервью а почему я называю там какие-то такие работы блин как некоторые скажут не престижные почему не директором в компании и прочее потому что человек спрашивает без английского языка а без английского языка но нельзя найти престижную работу все равно придется начинать каких-то с простых работ и как говорил мой друг который свое время нас встретил он говорил что самое важное это получить первую работу а потом уже понимаешь принцип немножко берешь язык и дальше дальше по ступенькам двигаешься что еще добавить вот поэтому постарались максимально ответить молодому человеку который переписывался с нами во вконтакте пишите задавайте вопросы мы будем делать вот такие видео если вам интересная информация какая-то вы можете прямо позвонить поговорить позвонить иногда не всегда бывает время я сброшу но я вам тогда перезвоню или если я сбросил напишите хотели то-то то-то я буду тогда знать что вам либо ответить либо перезвонить опять же что ответить вот потому что из-за разности в часовых поясах я могу либо работать либо спать либо там еще что-то спорт делать там вот то есть всякое может быть в любом случае ваш ответ ваш вопрос не останется без ответа постараемся все рассказать пересказать но еще раз хотим повториться если вы едете по турвизе легальная работа вам не может светить и мы вас вас даже никуда не подтолкнем потому что у вас нет разрешения на работу если нет разрешения на работу вам работать нельзя вы уж извините но ничем в этом вопросе помочь не можно все кому понравилось это видео ставим лайк делимся с друзьями подписываемся на канал ставим колокольчик чтобы не пропустить новую серию большое спасибо что вы с нами большое спасибо за ваши теплые комментарии увидимся в интернете бай-бай а а а Субтитры создавал DimaTorzok